Сегодня Вадим Красносельский провел рабочее совещание с министром внутренних дел Виталием Нягу. Говорили о работе ведомства. Министр рассказал, как милиции помогает система видеонаблюдения «Безопасный город». За прошедшие пять лет «Безопасный город» показал свою эффективность, в том числе и в деле раскрытия преступлений. Можно сказать, что порядка 50% всех преступлений раскрываются с участием и применением данной системы. С помощью системы «Безопасный город» удалось раскрыть резонансные преступления. К примеру, громкое дело об изнасиловании несовершеннолетней в Парке Победы в прошлом году. По милицейской статистике, камеры видеонаблюдения еще и дисциплинируют людей. Там, где они стоят, водители реже проезжают на красный свет и выезжают на встречную полосу. А пешеходы гораздо бережнее относятся к чужой собственности и объектам городской среды. В городах, в районах появляются новые места массового использования. Это спортивные объекты, это парковые зоны, иные объекты, где компактно находятся люди. И, к сожалению, есть место в случае вандализма, либо нарушения общественного порядка. Поэтому нацелите, пожалуйста, тех ваших специалистов, кто занимается именно безопасным городом, чтобы провели совещание с главами администрации. Вы проведите совещание с главами администрации, выработите общую концепцию. И цель наша такова, чтобы все наши новые объекты, которые появились в республике, они были обеспечены системой безопасных городов. Число камер безопасного города будет расти. В правительственном утверждении находится целевая программа по развитию системы.